Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Любишь украшать стикерами свои блокнотики, термосы или же велосипеды, то у меня для тебя хорошая новость. Я открыла свой маленький магазинчик стикеров и в будущее закладочек, значочков, но пока что начинаем со стикеров. Если ты любишь старстебл онлайн, лошадок или прочую связанную с конями мистику, то советую тебе перейти по ссылке в описании. Там ты сможешь заказать любой понравившийся пак или же стикер. Также там есть теперь легенды ССО Крабик, который сломал игру. Так что, если интересно, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Старстебл Онлайн. К нам вернулась ярмарка, посмотрим, какие лошадки продаются со скидок, на каких питомцах мы сможем сэкономить, а также какие масти прибыли из приложения Старстебл Хорсес. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! К нам вернулась ярмарка, в этот раз она ненадолго, всего лишь на недельку, и здесь у нас кое-что новенькое. Точнее, были внесены некоторые изменения. У нас теперь есть скидка на питомцев, только их переместили. Раньше они стояли вот здесь, прямо на входе, но, видимо, все-таки после двух таких ярмарок, если не больше, разработчики посчитали это неудобным или они решили сделать иную, совсем другую версию ярмарки, где нету магазина с одеждой, есть только кладовка, то бишь шкаф, вкусняшки и питомцы. Да, я думаю, что это просто другая версия ярмарки. И здесь продаются питомцы, да, совершенно другие кошечки и чайки. Может быть, даже есть еще какая-то кошка, просто она у меня куплена. Вот такие вот скидочки, они стоят по 229 СК, так что если вы вдруг когда-то мечтали о питомце виде чайки, или все-таки купить котика, но подешевле, на ярмарке вам дали такую возможность. Стандартный магазин с вкусняшками, шкаф мы тоже смотреть не будем, а вот именно породы лошадей здесь совершенно другие и очень-очень интересные. К нам приехал Андалуз, бельгиец, ирландский коп, то бишь тинкер, причем вся порода по скидке, два лузитана, северошвед, тракенен, тракенен, уэльский пони, тип бэ, вся порода со скидкой, хафлингер, шайр, вся порода по скидке. Почему же некоторые лошади добавлены только поштучно, и получается у нас три породы приехали целиком и полностью все. Так потому что разработчики нам добавили, наконец-таки, добавили в игру возможность покупать масти из приложений. Раньше это было очень эксклюзивно, я не спорю, это было достаточно круто, когда ты покупал себе того же лузитана, мустанга, которых, кстати, вот сюда решили не добавлять, добавили относительно не самых старых лошадок, и у тебя была возможность их вырастить до 10 уровня, купить, добавить в игру, и в игре уже докачать до 15. И все всегда спрашивали и интересовались, откуда у тебя такая масть, где ты ее взял, где ты ее купил, когда ты ее купил, потому что все думали, что либо они не знают просто, где стоит данная лошадка, может есть какая-то, скажем так, секретная локация, или же был просто какой-то ивент, на котором можно было ее купить. Нет, это было просто такое приложение, оно до сих пор есть, Star Stable Horses. Вот, очень интересные масти и хорошие новости, они добавлены не только на эту ярмарку, но и на постоянство. Они уже загружены к своим породам, так, например, Шайр, который стоит в приложении, исключительно, где он, вот этот вот красавчик с фонарем на моське, он уже стоит, причем постоянно стоит, отображается на ферме Стива. И все остальные лошадки из приложения точно так же уже присоединились к своим собратьям, но в будущем они будут продаваться там без скидки. То есть скидка действует только, если вы покупаете лошадь данной масти непосредственно на ярмарке, если я не ошибаюсь. Я не знаю, я, наверное, никого покупать не буду, хотя очень сильно хочется, к примеру, бельгийца. Все остальные лошадки у меня имеются в наличии именно из приложения, кроме, пожалуй, Хафа, Шайра, бельгийца из Севера Шведа. Да, Севера Шведа у меня нету. Он есть у моей подруги, я его себе так и не купила. Но скидки на тинкеров актуальные. Тоже теперь есть еще и тинкер из приложения. Вот этот светло-серый красавчик, который был последним добавленный в игру. Я помню, как мы его ждали очень-очень долго. И добавили его чуть ли не спустя несколько месяцев, если не полгода после выхода последних мастей его породы. И когда я его купила, я была безумно счастлива, потому что он такой весь снежный, волшебный. Кататься на нем зимой было одно удовольствие. Да почему было? Теперь еще и есть, ведь зимой у нас еще и снег лежит. Бельгийц у нас здесь рыженький. Примерно точно такой же, как и в игре. Но в игре у нас масть с отметиной, если я ничего не путаю. И вроде там какие-то носочки даже есть. А здесь просто вот такой вот как будто бы орешек. То есть он такой рыжий, как будто прям орешек. Такой каштанчик, я не знаю. Очень красивый. Лузитаны серый в яблоках. Такой вот градиентный, с черной гривой и градиентным хвостом. И изабеловый. Боже, они такие красивые. Если бы их у меня не было, я бы их точно скупила. Но они у меня есть. И надо сесть на них как-нибудь покататься. Так что да, вот такая вот скидочка на лошадок. Если есть хотелки или, возможно, у вас есть СКА, и вы когда-то хотели купить какую-то из этих лошадей, но у вас нету старайдера, последняя возможность на ближайшие несколько дней до того, как ярмарка уедет. А уедет она уже 29 мая, через 3 дня. То бишь в обновлении в среду. Я советую при возможности купить себе либо хаффлингера, если вы хотели эту породу, либо бельгийца. Если, допустим, те масти, которые продаются в Морлэнде, вас не устраивают. Кроме ярмарки со скидками, к нам вернулось продолжение летнего лагеря вместе с Гарри Голдтутом, который дает нам теперь задание по поводу новых роскошных курочек, которых мы можем забрать себе. Давайте же посмотрим, какой интересный обмен нас ждет. Я думаю, такой же, как и в прошлом году. Сколько? 3000 золота, одна курочка. Так еще и петушочка за СК, наверное, добавили. Петушочек Блик, он, оказывается, тоже доступен для покупки. Да, 3333 золотых самородочек, и мы получаем Генриету. Так, а в случае с Пенни, точно такая же сумма. 3333 золотых самородка. Ну уж Блик-то! Единственный доступный петух на всю игрушку. Такой шикарный петушочек-питомец. Стоит 350 старкоинсов. Типичная стандартная цена для питомца. Жалко, дорого. Даже я не хочу покупать питомцев за такие большие суммы. Так что, если вы собираете коллекцию курочек, или же хотите наконец-таки добавить себе еще и петушка, то Блик, Пенни и Генриета ждут вас на летнем лагере Вестерн, вплоть до его окончания. Копите золотишко и обменивайте их на курочек. Арчи и Пружинка. Во время приключений в дикой местности можно встретить двух уникальных питомцев. Разработчики дают подсказку. Один хочет, чтобы за тобой кое-кто последовал, а другой окажется в беде из-за диких зверей. Если после встречи нам захочется, чтобы они навсегда были с нами, нужно завоевать их расположение с помощью особых предметов. И разработчики рассказывают нам об этом в игре. Отправляемся, знакомимся с загадочными питомцами. Я, если честно, не хочу в этом году ничего делать. Вообще, я не захожу даже в игру. Настолько мне неинтересен теперь лейкни лагер Вестерн. Почему? У меня очень много питомцев. И у меня большое количество вещей, которые мне нравятся. А то, что разработчики добавляют в магазины за жетоны, меня вообще не интересует, не вызывает никакого чувства праздника, счастья или какого-либо неожиданного ивента. У меня есть одна курочка, мне этого достаточно. Один питомец сидит здесь, на яблоне. Это вот такой вот котик. Ну, а второго питомца я не видела еще ни разу. По-моему, это очередной песик. В общем, та же самая парочка, тот же самый дуэт, как в прошлом году, только немножечко других раскрасок. В прошлом году у нас был рыжий котик в сиреневой жилеточке. В этом году белый котик в голубой жилеточке. Возможно, в следующем году у нас будет очередной такой же дуэт. Собачка с котиком, только уже какие-то иные масти, расцветки для вот этих вот парных, скажем так, питомцев за секретные заданки. Лошадки уходят на пенсию. Английское чистокровное полторашнего поколения отправляется на пенсию. С обновлением в среду, 19 июня, эта лошадь покинет Юрвик раз и навсегда. И останется она только у тех людей, кто успел приобрести ее к себе в конюшню. Давайте же отправимся на ярмарку лошадей, которая находится в старинном, на остановке старинный амбар Марли. Это на ферме Марли, недалеко от поля Эвернинт. Я не верю, это очень-очень грустно. По факту у нас сейчас осталось две лошади, две породы, если я не путаю, которые были старичками. Я не успеваю ронять челюсть. Вот они, вот они старые англичане. Три масти английской чистокровной породы полторашнего поколения. Так, на основе у меня одна есть. Ну, кстати, не знаю, подумаю. Может быть, куплю вот эту черненькую. Наверное, знаете, я куплю ее, да. Попозже я должна подумать над именем. И это очень грустно, что эти старики уже покидают нас. Давайте проверим. У нас остается... Вот англичане уходят. Дальше из старичков у нас остались, по-моему, только юрвекские пони. Если я ничего не путаю. Да, и все. Осталась самая, я не знаю, огромная порода по мастям. Это юрвекские пони. В ней 13 или 14 мастей. Я надеюсь, что они их будут удалять не в следующем месяце после июня, то бишь в июле, потому что на доп. аккаунте, я боюсь, мне не хватит на всех вот этих вот малышей. А еще больше я надеюсь, что после первого поколения у нас не будут убирать вторые поколения. Я к этому морально не буду готова, как и многие старички, которые большую часть своей сосочной жизни прожили в ожидании выхода этих пород, добавления мастей и всего прочего. Так что, ребята, это очень грустная новость для тех, кто как бы был связан с этими породами. Но, да, надо спасать, надо покупать. Так что не теряйте. Последний день, когда они уже покинут Юрвик, 19 июня, значит, до 19 июня мы должны успеть их спасти. Боже, прям, мне прям плакать хочется. Это очень-очень грустно. Ну, а теперь давайте перейдем к еще одной новинке данного обновления. Разработчики имеют очень странные привычки. К примеру, целиковое обновление они делят на две части. Отдельная часть это новость про ярмарку со скидками. Другая часть это про ранчо и все остальное. И другая особенность то, что они рассказывают нам об особенностях того, что, казалось бы, они добавили лишь на этой неделе, оно уже существует с прошлой недели. Такие, как вот эти два питомца, которых мы уже с вами видели. Ласковый коричневый полосатый кот и шаловливый терьер. Погодите, мне казалось, на прошлой неделе это была все-таки кошка, а не кот. Не знаю, ладно. И вот только на этой неделе именно по официальным новостным статьям нам пишут, что эта новинка они только-только к нам приехали. Но по факту они уже целую неделю с нами. Да, так что напоминаем, вы можете в конюшне Морленда купить вот этих очаровательных котика и собачку по 199 СК. Они, кстати, подешевле, чем их аналоги. Наверное, это сделано для того, чтобы у новичков были самые первые питомцы, самые базовые, а-ля самые дешевые. Но все равно 200 СК для новичка это очень-очень много. И также были добавлены седельные сумки для базовых комплектов черного дерева, грецкого ореха, орех каштановый и орех пекан, насколько я помню. Нет, лесного ореха. Четыре сумочки, которые подходят идеально к вот этим вот базовым комплектам. Мне кажется, это вообще самые-самые первые комплекты также для новичков. Здесь, благо, еще очень много старых вещичек осталось. Так что изменений за последнее время очень-очень много. Ребята, игрушка продолжает меняться, продолжает обновляться. И я не знаю, для меня это все как-то не вызывает радости вообще, потому что мы с моими друзьями, в особенности с моим руководителем из моего клуба, с которым мы уже знакомы как 7 лет, сидели и вспоминали, что раньше было лучше. И даже не смейте с этим спорить. Раньше было намного больше праздников, которые вызывали восторг. Они не требовали из тебя постоянное выполнение каких-то ежедневных заданий, что ты просто ежедневно каждый день обязуешься, как будто бы чуть ли не договор за душу подписываешь о том, что ты заходишь, все делаешь для ивентовых штучек. Нет, ты просто заходил и делал задания, искал либо призраков, либо пасхальные яйца, либо подковки, либо просто проходил гонку с другом в честь Дня Всех Влюбленных. Летние дискотеки, показы мод, боже, ребят, ну согласитесь, те, кто все это застал, это было душевнее, это все вызывало радость. Я не говорю, что сейчас кто приходит в игрушку новички, что для вас здесь все очень плохо, нет, это просто все совершенно другое, которое, ну, мне кажется, совсем таким же вредным, вредным стариканам, как я, из которых уже песок сыпется, ну, все равно, как-то вот старое вызывало больше детского счастья. Что же ждет нас на следующей неделе? На следующей неделе лагерь Вестерн не думает заканчиваться, в последнюю неделю гостей лагеря ждет еще много приятных открытий. Так что на этом все, я буду с вами прощаться, спасибо большое, что дали мне возможность немножко выговориться, немножечко побухтеть. Старички, которые бухтят точно так же, как и я, давайте пишите комментарии, будем бухтеть вместе и вспоминать старые добрые мероприятия, ивенты, события, которые доставляли нам столько счастья. Ну, а на этом все, я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео.